Всем привет! Не виделись тысячи лет, рада всех видеть, слышать. Вот, надела такую кофточку, которая символизирует, как я вас люблю, огромный такой лайк. Вот, так что, действительно рада, будем сегодня говорить на актуальную тему, остро актуальную тему, надеюсь, смогу снова дать, знаете, такой, через новую призму восприятия весьма обыденную и хоть и столь популярную тему. Я вообще листала Инстаграм и вижу, что многие коллеги эту тему сейчас тоже поднимают, что только подчеркивает ее актуальность. Поэтому, с учетом такого интереса большого к этой теме, я решила выстроить эфир через призму основных, самых частых ошибок при работе со стрессом. Да, речь будет о стрессе. Эфир только на Инстаграм, да, сегодня в Инстаграм я с вами общаюсь. Вот, как всегда, сначала поговорю я, потом поотвечаю на ваши вопросы из комментариев. Эфир, безусловно, будет сохранен. Подождем, когда присоединится побольше народу. Отлично. Почему я все время сглатываю? Ну, во-первых, у меня куча железа во рту. Вот. И это доставляет определенную степень дискомфорта. Потому что я прохожу ортодонтическое лечение. Вот. Думаю, это связано именно с этим. Кстати, вы первая, кто обратила внимание. Я, честно говоря, не обращала. Ты обращала внимание, что я все время сглатываю? Ты вроде никогда не говорил этого. Нет. Вот. Может, это ваше восприятие? Как смешно на картинке видно, что я выглядываю на тебя из камеры. Ну что, поговорим о самых частых работах, ошибках в работе со стрессом. Прежде чем начать, хотела бы спросить у вас, пообщаться с вами в комментариях. А как вы, собственно говоря, сами оцениваете, много ли стресса в вашей жизни присутствует? В каком состоянии вы находитесь? Как вы считаете, то, что образ жизни, который вы ведете, то, как вы себя чувствуете, связаны ли с темпом вашей жизни? С особенностями реагирования на какие-то события в вашей жизни? Что-то ли делаете вы? Какие мероприятия делаете для того, чтобы из стресса выходить, восстанавливаться после стресса? Есть ли необходимость восстанавливаться? Сейчас буду все время фиксироваться, сглатываю ли я. Так интересно. Очень много пишет в стрессе, хочется лечь и лежать. Истощена сильно, хуже, чем раньше, замкнутый круг. Темп жизни бешеный вгоняет в стресс. Спасаюсь едой. А пишите, пожалуйста, вот вы что практикуете? И если не сложно, сразу обратную связь по поводу, работает ли в вашем случае это. Чувствуете ли вы, что вы восстановились? Нужно ли вам находиться на вот этом своеобразном допинге постоянно? Ем сладкое. Бегаю и быстро хожу от стресса. Помогает. Ушла с работы. Бессонница. Медитации помогают, но ненадолго. Практики медитации. Вот сегодня я вам планирую про медитацию рассказать интересные моменты. Пью бы шесть. Улучшения не наблюдая. Шеф считает, что у меня стресс только от домашнего, а не от работы. Какой хитренький шеф. Психолог и плавание. Ничего не помогает плохо. Йога, медитация. Плавание, сон сладкое. Комплекс витаминов. А какой? И как вы чувствуете, работают они или нет? А кто-нибудь пьет гормоны, или прегормоны, или кремики намазывает на себя. Пептиды, витамины. Не получается медитации. Молитва очень помогает. Кроме аромотерапии, надолго ничего не помогает. Но аромотерапия интересный инструмент. Он же сразу через обонятельный анализатор, сразу в мозг. Запись эфира будет, конечно. Ну смотрите, кто-то на гормонотерапии, кто-то практикует медитации, кто-то физическую какую-то активность, кто-то пытается элиминировать источники стресса из вашей жизни, как то меняет семейные обстоятельства или меняет работу, меняет окружение. Но, обращая внимание по вашим комментариям, что многие обращают внимание, что это помогает не на долгосрочную перспективу, что или это нужно вот эти вот все инструменты использовать перманентно, то есть организм как будто само не восстанавливается, все время нужны какие-то костыли. Ну и многие пишут, что просто практики неэффективны. И вот, возможно, сегодняшний эфир с разбором самых частых ошибок при работе со стрессом позволит вам немножечко навести порядок в голове и выбрать то направление, которое будет работать максимально эффективно. И первую ошибку, которую я бы хотела разобрать, это, знаете, я бы сказала, отсутствие комплексной работы, целостной работы, интегративной пусть это слово даже подберем. То есть и поиск какой-то такой, знаете, волшебной таблетки, какого-то одного единственного метода, который попробовав, практиковав, вы сделаете и поможете все раз навсегда, забудете, что такое стресс. К сожалению, тогда вы работаете только с какой-то одной сферой жизни. Например, вы решаете, что с этого момента я только меняю режим, вовремя ложусь спать. При этом, как питались, так и питаетесь. Как практиковали какую-нибудь не индивидуально подобранную физическую активность, так и продолжаете. Питание может быть скудным. С учетом того, что вы находитесь в стрессе, вполне ожидаемо, что будут какие-то тяги к соленому, кофе, сладкому. Обратите внимание, некоторые употребления сладкого вовсе считают, как метод борьбы и совладания со стрессом. Не могу согласиться, что это правильно. И, соответственно, когда вы сосредотачиваетесь только на чем-то одном, и методы же могут быть разные, и по силе воздействия они тоже разные. Например, вы можете выбрать, как вы считаете, самый сильный вариант по работе со стрессом. В частности, например, все знают, что основной гормон стресса – кортизол, вырабатываем надпочечниками. И всех уже из каждого утюга, так называемая вот эта надпочечниковая усталость, адренал-фатик-синдром. Терпеть не могу этот термин, честно скажу, потому что считаю его крайне непрофессиональным. Я даже уже с осторожностью, честно говоря, стала относиться к произнесению субклинической надпочечниковой дисфункции, что, конечно, является более приличным из уст врача. Но то, каким образом и хвосты в гриву используют это выражение буквально каждому симптому, буквально, знаете, ко всему, на что может пожаловаться человек, спекуляции, я считаю, и это не совсем правильно. Так что здесь очень важны нюансы. Так вот, я говорила про гормоны. Иногда кажется, вот у меня усталость надпочечников, не вникая, сколько там стадий бывает, по тому же доктору Лэму, который является одним из таких, знаете, его книга переведена и пиратским образом доступна к скачиванию при... Когда вы вводите, что такое усталость надпочечников в Гугле. Там вторая или третья ссылка, можно переводную эту книгу скачать бесплатно, PDF-файл. Сейчас все побегут скачивать. Но, на мой взгляд, информация у доктора Лэма, она, безусловно, очень интересная, но требующая, знаете, такого своеобразного фильтра и некоторого рода скепсиса. Вот. И когда эта информация читает, хотя это научно популярная книга, вот, это еще одна-одна моя такая, знаете, своеобразная появилась боль, потому что увидела тенденции среди коллег, которые говорят, что мы очень много читаем, знаем английский. И по факту те книги, которые они выкладывают, как и очень часто выкладывают, я ни одной не видела профессиональные книги, все они научно популярны. Меня утро берет, допуская мысль, что лечат по протоколам, которые опубликованы в научно популярных книгах. Это, конечно, такая себе история. Так вот, я все никак не закончу мысль, что, когда вы почитаете эту книгу, вы можете дойти, во-первых, неправильно поставить себе стадии и решить, что у вас низкое количество кортизола. Притом, можете даже пойти сдать эти пробирки по слюне, вот, не зная некоторых преаналитических нюансов. Так вот, некоторые думают, а ты сейчас попью я пару таблеточек картефа по утрам и получу результат. И улетает парадоксальная реакция и считает, что им ничего не поможет. То есть неправильная расстановка приоритетов и неправильная... Дальше вы исключительно сосредотачиваетесь на чем-то одном. Думаете, что вы выбираете самое сильное и на самом деле делаете себе еще намного-намного хуже. Потому что использование гормонотерапии не по показаниям, ну, чревато, мягко говоря, последствиями. Вот, второй момент, который поняли, да, что на чем-то одном сосредотачиваться нельзя. Подход должен быть комплексный. Это должно быть и работа с режимом труда и отдыха. Это должна быть работа и с питанием. Это должна быть работа и с немедикаментозными способами коррекции стресса. Здесь важно подключать порой правильных специалистов, как то психотерапии, иногда психиатры, да, такое бывает. Ну, и эндокринологов для подбора и нутрициологов. С высшим медицинским все-таки скажу так, хотя нутрициологи могут на меня обидеться. Но на данном этапе того уровня образования, которое дается у нас в России, единицы нутрициологов, я готова сказать, что могут спокойно подбирать нутрицифтическую коррекцию каких-либо патологических состояний организма, не как то субклиническая надпочечниковая дисфункция. Но это мое частное мнение, я надеюсь, я его когда-нибудь изменю. Вот, так вот, на одном инструменте сосредотачиваться в корне неправильно. Интересно, как в комментариях вы отметите, было ли такое, что вот я попробую что-то одно. Например, те же медитации. Вот, вот к ним я это как раз хочу и подойти, рассказать вам один кейс, которым поделилась моя пациентка. И как раз на примере этого кейса, на примере этого кейса разобрать вторую ошибку работы со стрессом. Это неправильное использование тех же немедикаментозных способов коррекции стресса. И поговорить-то я как раз хочу о медитации. Вообще, что вы слышали о медитации, какое у вас к ней отношение? Мне кажется, что вот в наше время, в наш век у медитации совершенно такая позитивная крайняя репутация. Вот, и она действительно очень-очень популярна. Я тоже очень позитивно в целом отношусь к осознанному использованию этого инструмента. Но, с учетом того, что, опять же, из каждого утюга уже каждый, знаете, недоблогер и блогер с большой аудиторией берут, идут на студию звукозаписи и записывают медитации. Меня оторопь берет от того, что некоторые, почитав научно-популярные книги, не имея психологического бэкграунда, имея, ну, опустим этот момент, становятся, пардон, регрессологами, вот, практикуют этот инструмент регресса. Это глубокое такое проживание, ну, пардон, собственной смерти. Вот, и, ну, я очень, я знаю, что такое регресс, просто не очень хочется вас в гебри опускать. Но, в общем, о кейсе. Одна женщина страдала бессонницей. И она погуглила на ютюбе, нашла медитацию по работе с бессонницей. Вот, и, соответственно, начала практиковать по ютюбу вот эту управляемую медитацию. И проблема случилась такая, что вместо того, чтобы эта медитация ей помогла, состояние усугубилось. Усугубилось до такой степени, что пациентка попала в психиатрическую лечебницу. Провела там 14 дней, лечилась без особого эффекта. Выписана была на одолечивание и ведение к собственному супругу. И каким-то образом она все-таки сопоставила, что усугубление состояния было связано с прослушиванием этих медитаций, выложенных в бесплатном доступе на ютюбе. Написала в индийский центр, так и так, они ответили, что да, она вошла в транс, в трансовое состояние. И вот вам для прослушивания другая запись. И буквально неделя прослушивания этой записи, и состояние стабилизировалось. Что имеем? Имеем счет на 15 тысяч долларов от психиатрической лечебницы. Вот так вот бесплатным инструментом медитации воспользовалась пациентка. Поэтому, ребятушки, сейчас век доступной информации. Сейчас популяризировать то или иное направление, довольно-таки используя маркетинговые технологии, используя инструменты продвижения в Инстаграм, используя личный бренд, очень и очень и очень легко. Поэтому моя задача вас предостеречь, чтобы вы всегда, мы же формируем. Слушай, голос у меня сегодня что-то. Важно, важно, ну что ли, не торопыжничать, не спешить. Информация реально стала очень доступна. Огромное количество книг, публикаций, медитаций, кажущихся профессионалами и непрофессионалов. Пожалуйста, не торопитесь. И я себе реально поставила задачей сформировать у вас, возможно, список вопросов, список критериев о том, как выбрать специалиста, о том, какой... и вот навык персонализации, вот такого персонализированного подбора подходящих вам инструментов. Вот. Поэтому, если что-то, как вам кажется, популярно, если что-то помогло вашей подруге, если вам кажется... Ну, потому что, ну, реально, про ту же медитацию говорит каждый первый. Каждый первый. Вот сказать, что... О технике безопасности говорит не каждый первый. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и осторожны. И не спешите. Обязательно информацию пропускайте сквозь себя. И пытайтесь каждый раз эту информацию... Задавайте себе вопрос. А вот это мне подойдет в моем текущем, сегодняшнем состоянии. Не вчерашнем, не завтрашнем, как, возможно, я буду... А вот в текущем состоянии это мой или не мой инструмент. И не стесняйтесь обращаться к специалистам, которые в этой сфере профессионалы. Вот. Это очень-очень важно. Они думают, что они в этой сфере. Каждый должен заниматься своим делом. Мое мнение такое. Следующий момент. Когда вы работаете субклинической, так называемой, надпочечниковой дисфункцией, есть такое, как будто вы сосредоточены исключительно на надпочечниках. А дело в том, что есть другие состояния организма, которые стресс усугубляют и дополняют, то есть формируют такой порочный круг. И это и состояние желудочно-кишечного тракта, это и состояние других органов внутренней секреции, таких как половые, железы, гипофиз, щитовидная железа. И когда вы сосредоточены только на одном органе, порой неправильно выставляются приоритеты. И порой, наведя порядок в желудочно-кишечном тракте, позволив тем же самым нутриентам, которые вы используете для поддержки ваших надпочечников максимально усваиваться, вы облегчаете задачу себе по достижению цели. Что первично с синдромом надпочечниковой дисфункции или гипотиреоз? Что было раньше курица и лейцо? Нету тут такого однозначного ответа. Больше бы я бы склоняла, в большинстве, скажем так, я отвечу на этот вопрос следующим образом. Пациенты, которые ко мне обращались, в большинстве своих имели больше дисфункцию на надпочечников и как следствие дисфункции щитовидной железы. Но у меня и были пациенты с гипоплазией щитовидной железы, с состоянием гипотиреоза после оперативного вмешательства. И надпочечники в этой ситуации, ну, мягко говоря, были ни при чем. Вот, смотрите, обратная связь. Делаю медитацию профессиональную на внутреннего ребенка. Если не быть готовым, можно пощекотать себе нервы и офигеть от своего внутреннего мира. можно настолько офигеть, что мне не хочется, знаете, какие-то такие пугающие истории рассказывать. Но с другой стороны, с другой стороны, с учетом того, что я вижу, что творят так называемые коллеги, вот, я, ну, просто бывает и суициды. Притом сначала бывает такой, знаете, внутренний подъем, как будто вот заново кто-то родился, а потом бывают грустные истории. Поэтому только с профессионалами. Вот. Ну, и из предыдущего мной сказанного из предыдущей сказанной мной информации вы же знаете, что я топлю за персонализацию, за то, чтобы подход к каждому человеку был индивидуальный. И то, что помогает кому-то, совершенно не факт, что поможет вам. Все мы набор генов от мамы и папы. Я, Славчик, эти водички попрошу принести. Вы добры. научите, как их искать. Поучу. Ребята, у меня есть идея, концепция, как это сделать, какие вопросы создать такой, знаете, опросник. мы же ищем где? В инстаграме, в ютюбе, по сарафанному радио. И я думаю, что если вы зададите несколько вопросов и специалист с удовольствием на них ответит, вы сможете подобрать своего. первая была курица, бытие, бытие 1.21. Спасибо за ваше познание, не настолько глубоко и хорошо знаю, наверное, из Библии или Евангелия. Вот, точно. Простите за мое скудаумие в этом вопросе. Но, чтобы было первично курица и лицо, помимо религиозного контекста, это устойчивое такое выражение. Я думаю, все поняли, что я имела в виду. Вот, поэтому важно очень прислушиваться к себе, важно заниматься таким своеобразным, хорошим смыслом и самократным исследованием своего организма. ну, в общем-то, мы с февраля по июнь этим занимались у меня на сообществах. И люди, которые участвовали в сообществе, я думаю, сделали много интересных открытий именно о самих себе и, возможно, поменяли тактику подходов к своему организму и формированию какой-либо стратегии. Если вот среди вас есть участники моего сообщества, дайте обратную связь, я с удовольствием почитаю. Есть люди, на которых медитация вообще не действует или это неправильная медитация. Я не готова ответить на этот вопрос, но я буквально в среду у меня будет просто супер разговор супер очень крутым профессором в теме медитации. Я всегда считаю, что не знаешь сам, обратись к специалисту. Если есть возможность обратиться к потрясающему специалисту, сделай это. У меня эта возможность появилась и по теме медитации у меня предстоит очень такая глубокая консультация как раз, где я задам подобные вопросы, чтобы с помощью этой информации создавать вот эту осознанность использования этого инструмента. Доктор, почему игнорируете вопрос? Потому что я в начале эфира сказала, что сначала я рассказываю свою информацию, а потом уделяю внимание вопросам от своих слушателей. Верните нам сообщество. я подумаю. Эфирными маслами пользуюсь, да, и пользовалась индивидуальной персонализированной консультацией аромодиагноста. И когда это вот так, это действительно очень круто работает. Ну и наконец еще одна ошибка. и мне кажется, вот сейчас если я попрошу поставить плюсы, этих плюсов будет просто легион. Это игнорирование, ошибка первых признаков того, что с организмом что-то не так. И начало подбора каких-то тактик начинается буквально как в пословице, когда на горе рак начинает свистеть. вот и вот это вот конечно тенденция невнимательного отношения к телу. Вообще сейчас не только бывает невнимательное отношение к телу, но и вообще навык слышания сигналов от тела какой-то атрофированный у многих. То есть некоторые чувствуют, но игнорируют из серии ну всем сейчас тяжело, но вот еще немножко, но вот проект закончу и отдохну, ну вот и идет игнорирование непредпринимания мер. А некоторые просто настолько у них чувствительность атрофирована к этим сигналам, что вот пока вот лошадь не сдохнет, они будут и вот это тоже бывает неправильная тактика. Они начинают себя подстегивать, 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 подстегивать и это бывает, знаете, это я такую аналогию, когда-то на приемах проводила, что будет, если заправлять старый запорожец там каким-нибудь, какой самый сейчас современный бензин, 95-й? Сотый. Сотый? А, уже сотый есть, а еще какой-то евро есть. Нет, там, смотри, как бы бензином просто бывает разного качества, разного... Ну вот какой самый крутой? Ну сотый, сотый, экстрапременный. Вот, запорожец, если вы заправите сотым бензином и выжмите педаль газа в пол, что будет? Он-то, конечно, стартанет, вот, и может даже доберется до финиша, но что будет на финише, он развалится, просто все вот эти вот детальки, там еще что-то будут развалены, вот, и, соответственно, доводить себя до состояния запорожца не стоит, тех осмотр, тех, что еще там бывает, техосмотр же это плановое называется, я просто совершенно не автолюбитель, и даже когда я допускаю, если вдруг у меня когда-нибудь появится машина, я, наверное, вот, чтобы вот эти вот все бензины и прочее не вникать, я допускаю, что я, если и заведу домашнего, я заведу электропитомца, вот, ну, возможно, я и и не права, вот, но почему-то тема электромобилей мне немножечко, ну, вот так вот вызывает любопытство. Так, тут уже электромобиль, чтобы он не остановился на трассе, надо вовремя подзаряжать и внимательно следить за показателями, которые появляются на приборной панели. вот плюсики. есть среди вас те, кто не чувствует сигналы вашего тела, могут терпеть головную боль, боли в мышцах, считать, что восстановление после физической активности мышцы должны болеть, могут болеть три-четыре дня. Считать, что, например, раньше выходили три раза на спорт, а сейчас два, и это вроде бы нормально. Кто начинает чаще испытывать прокрастинацию? Вот, многие-многие терпели, вижу. Очень грустно. Я такая же была. Ребят, сори, что много пью, и, возможно, слышно, как я глотаю. Ну, началась школа, и что у нас в школе? Детки приносят всякие вирусы. А у меня связки слабое звено, и я немножко прошлую неделю голос мой. Нерсавчик, я тебе опять сгоняю за водичкой. Зато сейчас восполним питьевой режим. Ну что, переходим к вопросу «Что делать?» Как быть? Как избежать ошибок? Интересен вам ответ на этот вопрос. Спасибо. Ну что же делать? Что же делать? На самом деле, на мой взгляд, я в этой теме разобралась очень и очень достойно. Более того, у меня есть бэкграунд, который позволяет мне изучать эту тему на глубоком уровне. Я практикующий эндокринолог, и я действительно очень много на эту тему писала в блоге, снимала ролики на YouTube-канале, выкладывала интересные статьи в Telegram-канале. Информации я выкладывала очень-очень много. Сегодня, кстати, чтобы освежить некоторые свои посты, мне понадобилось наверное минут пять, чтобы долистать до конца ленты и найти статью, которую я хотела информацию использовать в своем мастер-классе, который будет в это воскресенье. И информации я давала действительно очень-очень много. Правда, нюанс такой, что она разбросана по всему блогу и найти ее нужно потрудиться. Если этого делать не хочется, то я с удовольствием вас приглашаю в это воскресенье поучаствовать в моем мастер-классе. Он пройдет 14.30 по московскому времени в онлайн формате. Это будет я уже один мастер-класс проводила и мне очень и по вашей обратной связи и самой понравилась вот эта вот механика, где я вам даю свое видение проблемы и мастер-класс называется ваша стратегия по управлению стрессом вот и акцент здесь слово на вашу на персонализацию вот и в нем в этом мастер-классе я буду давать свое видение о правильной работе со стрессом с расстановкой акцентов с расстановкой на что стоит обращать внимание ну и дам некоторое такое обновленное видение вот этой субклинической надпочечниковой дисфункции как такого патологического состояния немножко за рамками что дается тем же доктором Майклом Лэмом Майкл по-моему его зовут Мишель Лэм по-моему так вот и что такого будет в этом новенького мастер-классе я хотела бы дать именно такое осознанное использование немиконемтозных способов коррекции стресс ну и вообще конечно снова дам такую знаете ну не базовую информацию а такое свежее видение что ли что такое субклиническая надпочечная дисфункция через призму того так называемого третьего состояния третье состояние состояние предболезни то есть это еще не болезнь но и не здоровье и по длительности это может продолжаться очень-очень-очень долго но вот из состояния предболезни укатиться в состояние здоровья можно и нужно а вот из состояния болезни сразу в здоровье Во-первых, не получится, можно уйти только в состоянии предболезни, но гарантии того, чтобы это получится, уже 50 на 50. И через призму третьего состояния персонализированную тактику по работе со стрессом подбирать проще. Когда вы не по отдельности воспринимаете надпочечник как некий орган, который исключительно он влияет на стресс, а начинается формироваться такая вот целостная картинка о том, как у нас через призму вот этой предболезни, как она может проявляться и как это можно обратить назад, это все происходит. Вот, и еще раз, опять же, меня настолько впечатлил кейс по медитации, что я себе ставлю задачи во всех своих новых мастер-классах, во всех своих новых курсах формировать у людей осознанное, грамотное использование тех или иных инструментов, особенно тех инструментов, которые доступны в информационном поле бесплатно. Вот, и этому я буду очень много уделять внимания в этом мастер-классе. Планирую подключать узких специалистов, планирую давать, больше делать акцентов о противопоказаниях и так называемых побочных эффектов инструментов немедикаментозной коррекции стресса, потому что реально вы можете сделать благими намерениями своими, особенно если вы это еще не на себе, там на детках начнете практиковать, на близких и прочее-прочее, вы можете сильно и сильно накосорезить из серии. Вот, послушала медитацию, помогла и сбросили ссылочку. Вот, что касается мастер-класса, три тарифа, чтобы это все было подоступнее, самостоятельный тариф, где у вас будет возможность задать мне вопрос во время мастер-класса, там запланировано две живых сессии вопрос-ответ. Кстати, помимо этого, вы обязательно получите запись мастер-класса и презентацию мастер-класса. Есть расширенный тариф, где вы дополнительно получите от меня составленную мной рабочую тетрадь по работе со стрессом, а также, это уже, знаете, мой стиль, я всегда нанимаю специалиста, который мастер-класс у меня расшифровывает в текстовый вариант, и полную расшифровку также вы можете получить на расширенном тарифе. Ну и есть тариф с поддержкой, я вела, как бы, сейчас такой стандарт, что поддержка происходит исключительно от меня, хотя у меня великолепная команда нутрициологов, которые я, и врачей, в том числе и с высшим медицинским образованием, которые дают у меня обратную связь и поддержку на моих курсах длительных, вот, и, ну, в формате мастер-класса поддержка происходит именно от меня. Что имеется в виду? Что после прослушивания мастер-класса у вас будет некоторое время, чтобы в специальной форме сформулировать вопрос по прослушанным материалам, потому что вы можете не сориентироваться в онлайн-формате, более того, онлайн-формат подразумевает всего час работы с вашими вопросами, вот, на все, безусловно, я ответить не смогу во время мастер-класса, но если вы приобретете тариф с поддержкой, то эта возможность у вас будет задать в специальной форме, и я запишу ответы отдельным видео, и эти ответы будут разосланы вам по почте. Также я подарю участникам тарифы с поддержкой два эфира, которые касались субклинической надпочечниковой дисфункции. В, по-моему, феврале и в марте мы проводили эти сообщества, и вот эти эфиры, записи этих эфиров будут вам доступны как подарок. Как всегда, я постаралась в мастер-класс выстроить какой-то такой, знаете, новой концепции, и те же яйца только сбоку, касаемо моего мастер-класса, этот термин будет неприменим. Я всегда стараюсь как-то вот концептуально информацию подавать по-новому. Безусловно, будет и повтор некоторых материалов, безусловно, будут какие-то основы, но сильно углубляться в то, что можно увидеть в бесплатном пространстве, то, что можно нагуглить, то, что можно почитать, я не планирую. Вот, но вот что делать и как сделать эта практика применима и персонализирована, вот здесь я сделаю акценты. Зарегистрироваться на мастер-класс вы можете по синей ссылке в шапке профиля, нажимаете, там есть кнопочка в топлинке «Приобрести доступ на мастер-класс», нажимаете, там красивенький лендинг с моей фотографией и краткой информации о том, что будет происходить в этом воскресенье, ну и различные способы оплаты есть, в том числе и PayPal. Слушай, у нас ведь до сих пор со скидкой или без скидки? А, и до 15-го, да? До 15-го числа мастер-класс продается, все тарифы с такой весомой скидкой, так что если хотите сэкономить, то приобретайте этот доступ до 15-го числа. Вот, так что успевайте занимать свое место. Вот, я надеюсь, что мы с вами с удовольствием поработаем на эту сверхактуальную тему. Вот, времени сейчас 18.52, у меня есть еще минут 15 на ответы на ваши вопросы. Welcome! Немножко о диагностике субклинической надпочечниковой дисфункции, конечно, будет. Я буду говорить не о том, как определить стресс, а какие критерии и моменты важны, если вы решите делать какую-то диагностику, на что стоит обращать внимание. Немножечко тоже нюансы по диагностике рассказывать буду. В общем, мастер-класс будет соткан буквально весь из нюансов, потому что эта тема настолько спорная, особенно, когда это называют усталость надпочечников. Там, я даже говорю, один слайд попросила оформить цитаты одного профессора. Надпочечники наши все. Это не так. Вот, и когда, с одной стороны, демонизируют эту тему, и даже не демонизируют, а нарочи-то игнорируют и говорят, идите лечите голову, одни врачи, а другие чересчур сосредоточены на тематике надпочечников и работают исключительно с этой темой, ну, на мой взгляд, это совершенно неправильно и к результату не приведет. Сколько времени будет длиться мастер-класс? Ну, теоретические части, они будут, их будет две, они будут длиться от сорока до часу, вот таким образом, и две сессии вопрос-ответ как минимум по часу. Ну, то есть, получается, ну, минимум три с половиной, четыре часа мастер-класс длиться будет. Он, безусловно, будет в записи. Просто, когда вы участвуете в онлайн-формате, то у вас есть задать вот этот вопрос мне в формате вот этого вопроса-ответа запланированных. Очень приятно, что вы мне... Прошу прощения. Слушаю вас. Алло? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. А можно Катю? Слушаю вас. Катя, я только везу на замок. Я прибыл в Москву, так набираю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если я вас наберу буквально минут через 15-20, удобно будет? Добно через полчаса. Полчаса. Договорились. Спасибо вам. Хорошо. Просто нельзя было не ответить. Извините, пожалуйста. А вы берете к себе на консультацию. На данном этапе у меня приема первичных пациентов нет возможности. Будет ли востребована специальность нутрициолога без медицинского образования? Вы знаете, я считаю, что специальность нутрициолога очень востребована в российских реалиях. Просто запредельно она востребована. И востребована она, на мой взгляд, прежде всего даже не людьми, с которыми будет работать нутрициолог, а врачи, которые назначают особенно интегративное лечение. Потому что нутрициологи – это гениальные проводники в то, чтобы программа врача и назначение врача были сделаны безупречно. И это гарантия практически 100% эффективности назначений доктора. Если бы в нашей стране такая специальность существовала в регистре профессий, и удалось бы все-таки выстроить вот это взаимодействие между врачом и нутрициологом, более такой перспективной профессии и востребованной профессии быть не могло. А по факту мы имеем сейчас, что огромное количество учреждений обучило нутрициологов, и выпустило в самостоятельное такое плавание. При этом, к сожалению, устроив полнейший раскол между врачами и нутрициологами. Врачи воспринимают нутрициологов конкурентами и малообразованными, что, безусловно, не является истиной. А нутрициологи занимаются некоторой такой самодеятельностью. Это тоже есть и не соблюдает некоторой техники безопасности. Это тоже есть. Поэтому на данном этапе то, как это все реализовано, у меня вызывает скорее негативное восприятие не персоналей, не оценка идет образованности и знаний, а негативного такого отношения к тому, как это все в наших реалиях организовано. Это очень грустно и печально. Нутрициологи, я вас очень люблю. Более того, если что, присылайте резюме, и я с удовольствием вас после прохождения испытания сложного приглашу, если будет необходимо, к себе на работу на обратную связь у меня на курсах. Я жажду грамотных, умеющих расставлять приоритеты и соблюдающих субординацию специалистов. Про медитацию я много буду рассказывать на мастер-классе. Мне сейчас не жалко. Но честно, я говорю, каждый должен заниматься своим делом. С удовольствием бы поделилась этой информацией не только на мастер-классе, я поделюсь обязательно. Просто у меня консультация супер-пупер специалистам будет только в среду. Может быть, мы еще один эфир проведем, запланируем, да, и там я что-то чуть-чуть расскажу, если будет. Но вот по планам Ярослав говорит, не знаю, будет еще у нас эфир или нет до проведения мастер-класса. Но на мастер-классе однозначно будет. ТТГ в норме сейчас, но просто жуткая потливость. Как найти причину? Ну, причин, во-первых, много. Конечно, много. Но вот опять же, если в рамках стресса активация кортизолом глюконеогенеза, постоянный распад мышц, и косвенно на фоне этого может быть дефицит аланина. Аминокислоты. А эта аминокислота связана с терморегуляцией. Вот эти приливы и потливость может быть связаны с дефицитом аланина. Как набрать норму клетчатки на протоколе по ИР? Никак не получается. А сколько вы хотите ее набрать? Я вообще не сторонник огромного количества клетчатки. Она же как щетка очень агрессивна для слизистой. Что делать, если пениамин не помогает? Как быть с уставшими надпочечниками? Подбирать индивидуальную стратегию. Вопрос. Почему пептид не работает? Вероятнее всего, это связано с дефицитом белка. Дефицит белка, читай, ферментная недостаточность. Соответственно, сигналинга такого проводника, того же белка. У нас проводники транспортные, это тоже белки. Вот так у меня мысль как-то идет. Постоянная усталость, апатия. ТТГ в норме, остальные анализы по словам классического эндокринолога. Что делать? Работать комплексно. Сон, режим, немедикаментозные способы коррекции, дыхание. При истощении надпочечник количество воды нужно уменьшать в течение дня. Есть такое. Или балансировать это минеральной водой. Возможно ли уйти от назначения утерокса и замещением его вообще? Знаете, это настолько персонализированная история, что однозначно на этот вопрос ответить нельзя. В моей практике были такие случаи. Кстати, чаще всего это было на фоне субклинической надпочечниной дисфункции. Но это совершенно не гарантия, что те же самые методы помогут другому человеку. То есть это очень индивидуально. Очень. Где лучше обучиться нутрициологии врачу? Вот недавно общалась с нутрициологом, нутритерапевтом. Она долгое время у меня работала, иногда работает на... Я передаю своих как раз пациентов ей на футсопровождение. Вот. И самодостаточной единицей стала. И вот она мне должна сбросить... У нас какой-то появился английский институт, который онлайн преподает в РФ. Вот. Я посмотрю программу, возможно, их посоветую. Сейчас по тому позиционированию те институты, которые есть у нас, мне они вот именно по их маркетинговой стратегии, по тому, что обещают много, а по факту люди кредиты берут, а по факту они потом даже с дипломом так называемого государственного образца никуда трудоустроиться не могут. Ну, нет пока такой профессии. Когда в реестр профессии внесут название нутрициолога, вот тогда, да, а сейчас... Знаете, вот, сама-сама-сама-сама. Ну, нечестно. Я такое не люблю. При этом их программы я никак не прокомментирую. Возможно... Понимаете, не все могут позволить себе, знаете, обучиться для себя и для семьи. Вот. Ну, не все. Некоторые кредиты берут, потому что они увидели, вы получаете профессию высокооплачиваемую. Нечестно. Этот институт CNM, лучший колледж под нутрициологией, Ксенза. Возможно, возможно, я уточню у Лены. Все. Не спрашивайте, я не буду комментировать больше, чем я сказала по отечественным учебным заведениям. Это даже с моей стороны несколько неэтично. Ребят, вопросы по надпочечниковой дисфункции. Расскажите, пожалуйста, про ашваганду при работе со стрессом. Ашваганда – это частный случай адаптогена. Адаптогены – такая история. У так называемой субклинической надпочечниковой дисфункции есть стадии. И на первоначальной стадии адаптогены, они коротким курсом могут вполне себе нормализовать состояние. Использование адаптогенов на таких истощающих, конечных стадиях состояния – это вот как раз сотый бензин для разваливающегося запорожца. Оценить, какой вы находитесь в стадии истощения, очень-очень-очень сложно. Это лучше делать в тандеме. В целом, к адаптогенам я отношусь неплохо. Есть разные способы. Есть активационная терапия по горкаве, весьма любопытная методика. Есть просто использование разного вида адаптогенов. В целом, персонализированная под контролем доктора в правильно подобранную стадию использования ашваганды вполне хорошо. Чем нравится ашваганда? Тем, что ее можно принимать и утром, и вечером. Получается, что анализы нет смысла сдавать при надпочечниковой дисфункции. Если вы сдаете анализы для того, чтобы подтвердить или исключить надпочечниковую дисфункцию, то да. Но если вы надпочечниковую дисфункцию воспринимаете, то да, не стоит. Если вы надпочечниковую дисфункцию воспринимаете как третье состояние, состояние предболезни, скажем так, то анализы, грамотное их прочтение позволит вам подобрать персонализированную тактику по работе с надпочечниковой дисфункцией. Поэтому однозначный ответ, вот говорю, смотря, что вы хотите подтвердить. Если вы считаете, что вот сдадите 4 пробы слюны и увидите там плоскую кривую, и они правильно выстроены реакцией кортизола и ДГА, и не будете учитывать преаналитический этап диагностики, то вы можете как, с одной стороны, воспринять те анализы, которые касаются надпочечников, как гипердиагностику, так и как недодиагностику, и подобрать неправильную тактику. Поэтому анализы нужно уметь читать. Читать не в рамках референсов, а в рамках индивидуальных и персонализированных этих особенностей. каждого своя норма, и обязательно сопоставлять с физическим состоянием и физикальным осмотром. Вот тогда смотрю ли я анализы при подозрении на субклиническую надпочечниковую дисфункцию. Да, но еще раз, не то, чтобы подтвердить или опровергнуть это состояние, это даже не диагноз, а для того, чтобы понять, какую тактику подобрать. Видеоаппарат гармонии у меня нет. При надостаточности надпочек может быть температура 35,5. Гипотиреоз компенсирован. Возможно, у вас гипотиреоз компенсирован только лабораторно, только на бумажках. Так-то у меня есть подозрение, что нет, не компенсирован с учетом того, что вы думаете, что у вас надпочечниковая недостаточность. Вы имеете в виду, к слову, опять же, болезнь Атисона или вот эту субклиническую надпочечниковую дисфункцию света? Сейчас стресс, бессонница, кортизол высокий. Как снизить? Ну, у меня вопрос, ну, прежде всего, начать работать со сном. Работа со сном начинается с момента, как вы пробудились. Засветите глаза, то есть посмотрите на солнечный свет и постарайтесь первую половину дня погулять на свежем воздухе не менее 30 минут, в идеале час. Таким неспешным, обязательно, чтобы, если есть возможность на природе, вообще идеально, чтобы еще и кислородика, чтобы запустить ваши митохондрии. Поактивируйте парасимпатику, подышите через, зажав правую ноздрю. Вы писали пост про правую ноздрю, да про дыхание? Или просто сториз снимали? Сториз недавно. Или в Reels есть, да? В Reels. Да, в Reels. В Reels. Вот сейчас новая есть в Инстаграме фишечка, которую они скопировали с ТикТока, Reels, и там я показывала такую интересную методику о том, как совладать с высоким кортизолом. Как точно диагностировать гипогликемию в организме? Ну, слушайте, ну, точно вы можете понять, что в момент, когда вы испытываете состояние гипогликемии, просто померить глюкометром сахар крови. Если менее 3,3, то это гипогликемия. Вот. Второй вариант – это мониторирование уровня глюкозы в течение длительного времени. Есть Freestyle Libra, когда с датчик вот сюда инъецируется, и вы ходите, и вам на телефон транслируются ваши показатели крови в зависимости от еды, физической активности. И там тоже можно значение гипогликемии поймать. Reels – это вот как Stories есть в Инстаграме, также есть вот, есть Инстаграм ТВ, есть вкладочка Reels, рельсы. Рельсы, потому что ты вот так вот щелк-щелк-щелк-щелк-щелк все время смотришь контент и залипаешь на нем, тратишь дофамин. Что, будем потихонечку закругляться тогда, да? Вот. А я пойду наберу одного очень известного артиста. Ладно, ребятки, я очень рада вас видеть и слышать. Буду рада вас с вами пообщаться на эту тему у себя на мастер-классе воскресенье, еще раз, 19 число, в 14.30 по московскому времени. Больше узнать в комментариях под постами. Пишите под этим видео ваши комментарии, постараюсь ответить. Вот. Вот. В техническую поддержку есть на сайте лендинга. Вот. Есть на сайте лендинга. Вот. Информация. Вот. Если что-то будет не получаться по подключению и приобретению. Вот. Так что до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok